Благотворительная акция «Корзина доброты» стартовала по всей России с 2015 года, а Саров присоединился к ней в прошлом году. Волонтёры стоят с тележками на нескольких точках в больших продуктовых магазинах. Люди, которые заходят в супермаркет, получают листовку с информацией об акции. А на выходе из магазина все желающие кладут в корзину волонтёров купленные продукты. Человеку нужно приобрести товар, оплатить его и передать волонтёру, который находится в заказовой зоне. Акция организована для лиц, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Это одинокие пожилые люди, пенсионеры, лиц СОВЗ, малоимущие семьи, которые стоят на учёте в Центре милосердия. В Центре милосердия все продукты разбирают, фасуют и упаковывают. В «Корзину доброты» можно положить продукты с длительным сроком хранения. Даже одна пачка с крупой или банка консервов – уже большая помощь для тех людей, для кого сложно приобрести большой продуктовый набор. В качестве волонтёров на акции можно увидеть немало школьников. Мне нравится людям помогать, потому что хорошее дело вышло. Приятно очень. А как люди вообще откликаются? Люди? Ну, чаще всего людей много хороших, много плохих. Но в среднем, я всё равно думаю, хороших людей больше. Все стремятся помочь, приходят, просят, берут, что-то приносят по одной баночке, но всё равно пытаются помочь. Помочь нуждающимся можно не только в рамках акции. В Центре милосердия по адресу улица Пушкина, 24А, всегда принимают продукты питания, предметы гигиены, одежду, предметы быта и многое другое. Мы хотим обратиться, конечно, к саровчанам, чтобы приносили продукты для нуждающихся, потому что с каждым днём их становится всё больше. У нас много одиноких пенсионеров, которые нуждаются в помощи именно продуктовой, потому что они много тратят на лекарства, и совсем копейки у них остаются на закупку товаров, товаров продовольственных. Благотворительная акция «Корзина доброты» также пройдёт в ноябре. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.